Сегодня у нас 14-я конференция, которая ежегодно проводит Иркутское отделение Российского кардиологического общества. Конференция посвящена проблемам, очень важным в практической жизни. Особенностью этой конференции является то, что мы пригласили на наше мероприятие лидеров регионов. У нас участвуют председатели региональных отделений кардиологических обществ. Конечно, в одной конференции, в общем-то, небольшой, компактной, нельзя осветить все вопросы, касающиеся коморбидности. Поэтому хочу обратить внимание, что только что с крупнейшим нашим медицинским издательством Гаотар Медиа, вместе с коллегами, мы подготовили и переиздали уже в 11 раз клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням. Это очень востребованная книга. Я думаю, что те новые позиции, которые накопились за год, они будут интересны и полезны вам, и вы можете с ними познакомиться. Вначале обязательно, перед каждой лекцией, так положено обозначить конфликт интереса. Почему? Потому что участие фармбизнеса, индустрии существенно влияет не только на результаты исследования, но и на объективность изложения лекторов. Конечно, все мы понимаем, что индивидуальный подход к пациенту, который пропагандировали еще наши предшественники, основоположники медицины, Безусловно, он более эффективен в ведении пациентов, чем стандартизированный подход. И одним из краеугольных камней индивидуальной медицины, несомненно, является коморбидность. Вот здесь я постарался представить вам два подхода. Первый – это доминирующий подход, когда на основе рекомендаций каких-то алгоритмов, стандартов принимает решение врач. Конечно, такой подход преимущественно используется в практической медицине. Почему? Потому что мало времени для принятия решения. Но в тех ситуациях, когда у пациента есть выраженная коморбидность, когда у нас есть атипичное течение заболевания, особенно когда врач обладает достаточной квалификацией и опытом, и временем для принятия решения, тогда можно использовать, и некоторые коллеги такой путь выбрали, для диагностики и лечения особенностей пациента. И такой подход, безусловно, важен. При этом подходе, несомненно, нужно учитывать и позицию пациента, и его взгляды, и его цели, чего он хочет от врача для лечения его заболевания. Ну вот для примера вам, да, возьмем простую ситуацию. Инфаркт миокарда и хроническая сердечная недостаточность. Для кардиолога такая ситуация распространенная, проблем не вызывает. У нас есть препараты с доказанным эффектом в рандомизированных исследованиях, и мы автоматически назначаем эти препараты, и эксперты страхов и компания никаких претензий обычно не предъявляют в такой ситуации. А добавьте сюда цирроз печени и большой привет клиническим рекомендациям, потому что как вести в этой ситуации пациента? Ни исследований, ни рекомендаций нам, в общем-то, никакой полезной информации, достаточной для принятия решения, обычно не дают. Сложность введения коморбидных состояний заключается в том, что даже если мы попытаемся выполнить все существующие или хотя бы даже основные клинические рекомендации, то мы столкнемся с тем, что это потребует колоссального количества времени. Вот американские специалисты посчитали, что если даже врач общей практики попробует выполнить все рекомендации по профилактике заболевания, то у него не хватит просто рабочего времени, а ему ведь нужно еще принимать решения по другим состояниям и по другим проблемам. И обратите внимание, с годами число таких рекомендаций значительно выросло. Поэтому, когда мы сталкиваемся с ситуацией множественных заболеваний, очень важно выбрать главные существенные позиции и на них делать акцент. В лечении мы в основном опираемся на рекомендации авторитетных профессиональных организаций, которые, в свою очередь, основаны на исследованиях. Но исследования включают пациентов с значительно меньшим числом коморбидных заболеваний и с менее выраженной коморбидностью. Более того, считается, что мы должны основывать лечение на рандомизированных исследованиях. Но подавляющая часть исследований в области коморбидности – это наблюдательные исследования. И в наблюдательных исследованиях пациентов с более выраженной тяжелой коморбидностью намного больше. А в рандомизированных, как правило, эти пациенты исключаются из выборки. И поэтому, по сути, наши исследования и выводы, которые мы используем в практической жизни, недостаточно надежны. Вот попытались сравнить результаты сопоставимых, одинаковых по цели, по задачам, по выборкам, рандомизированных наблюдательных исследований. И что выяснилось, что они совпадают только в половине случаев. Конечно, современные наблюдательные исследования, особенно проспективные, использующие регистры, использующие современные технологии псевдорандомизации, более надежны, чем старые исследования. Но все равно они считаются только ориентировочными. И всегда пишется, что нужно наблюдательные исследования нам подтверждать рандомизированными исследованиями. Но в то же время рандомизированных исследований очень мало. Ну и вот такой основной вывод по первой части моего выступления, что рекомендации по лечению болезни основаны на недостаточно надежных наблюдательных исследованиях и анализе подгрупп рандомизированных исследованиях. Но другого пути нет, у нас другой информации нет, поэтому мы вынуждены принимать решение, понимая ограниченность научных данных. В свое время, это более 10 лет назад, было сформулировано 12 тезисов коморбидности, они достаточно известны, часто цитируются, где я попытался основные позиции при сочетанных коморбидных заболеваниях сформулировать в виде понятных простых позиций. За это время, в целом, они выдержали проверку времени, но небольшие уточнения я бы сейчас внес, например, добавил коморбидные соматические и психические заболевания, и второе, в последнее время очень немало исследований проведено по оценке двунаправленных влияний сочетанных заболеваний. Что касается классификации сочетанных болезней, коморбидности, мне представляется оптимально в таком виде ее представить. Соматическое, когда у нас два заболевания соматических встречаются, психическое, когда, допустим, тревога с депрессией, и психосоматическое, когда встречается и имеет место у пациента, например, аритмия, тревожное расстройство. По характеру, по типу связи, это старая классификация, основанная на предложениях зарубежных специалистов. Ну и по числу связей, мне кажется, полезно выйти биморбидность и полиморбидность, и мультиморбидность, когда у нас встречается несколько заболеваний. В последние годы исследователи все чаще и чаще обращаются к сочетаниям трех заболеваний, то есть постепенно у нас накапливается научный базис по ведению пациентов со множественными болезнями. Вот посмотрите двунаправленные связи, на примере сердечной недостаточности, депрессии и сахарного диабета второго типа. Исследования показывают, что одно заболевание влияет на другое, а второе обратно влияет на появление, на риск возникновения первого заболевания. И вот таких двунаправленных связей выявлено довольно много. Это еще раз подчеркивает, что организм единый, и поломки в неспецифических универсальных механизмах приводят к системным нарушениям и появлению разных заболеваний, разных органов и разных систем, включая и соматику, и психическую сферу. Очень проблемно и до сих пор ведь не решен вопрос, как вести пациентов с коморбидными заболеваниями. Специалисты, как правило, ведут свой орган, свою систему, и недостаточно подготовлены, и у них недостаточно знаний для ведения других заболеваний. И мы это прекрасно видим, когда получаем заключение разных специалистов со списком нескольких лекарственных препаратов, как бы оптимально вести то или иное заболевание. По идее, интегрировать все вот эти данные, оптимизировать лечение должен врач общей практики или участковый терапевт. Но на практике это происходит далеко-далеко не всегда. Почему? Потому что терапевту, с одной стороны, не хватает специализированных знаний, он опасается поменять лечение специалиста, с одной стороны, а с другой стороны, у него недостаточно, может быть, опыта в ведении коморбидных заболеваний и способности структурировать, оптимизировать лечение. И, возможно, даже есть смысл обсудить такой специализации, чтобы были подготовлены врачи, ориентирующиеся хорошо в коморбидных заболеваниях. Поскольку в основном сейчас я занимаюсь практической деятельностью, то в свое время, чтобы облегчить себе работу, попробовал систематизировать знания в этой области. И вот в книжке «Лечение болезни в условиях коморбидности» все, что я мог найти, более-менее надежного, сформулировать в классификации, где препараты делятся на имеющие хороший эффект в отношении коморбидных заболеваний или негативный эффект. Эта книжка часто переиздается. Ну и вот на этой неделе в среду Геотар Медиа предложила выпустить 12-е издание. Конечно, по сравнению с предыдущим изданием, которое вышло в 2019 году, произошли некоторые изменения уточнения позиций. Хотя в целом, я вот еще раз пересмотрел ее, в целом те позиции остались устойчивыми и неизменными. Поэтому можно пользоваться и старой версией. Ну, конечно, много тонких нюансов, подходов, уточнений. Ну, естественно, исправление ошибок неизбежных. В новом издании мы постараемся учесть. И, конечно, в течение двух-трех месяцев, я надеюсь, вместе с Геотар Медиа мы выпустим это издание. Чтобы проиллюстрировать вот эти подходы на практическом примере, я покажу вам пациента, которого смотрел на прошлой неделе в своем консультативном центре. Пациент обратился вот с такой ситуацией. То есть есть фибрилляция предсердий, третий эпизод уже. Есть сердечная недостаточность, то есть одышка при обычной нагрузке. Есть гипертония, есть плохо контролируемый сахарный диабет с гликированным гемоглобином 10,2. И обратите внимание, диабетическая нефропатия, то есть скоростью клубочковой фильтрации расчетной 22 мл в минуту. И посмотрите назначенное лечение в одном из известных клинических иркутских центров. Назначили второсемит, конкорд, дегоксин, лазертан, добегатран. Для контроля диабета леклозит и инсулины. Посоветовано было провести коронарную ангиографию и направлен был на консультацию к хирургу-аритмологу. Поскольку не было особого эффекта, обратились за консультацией, чтобы посмотреть, можно ли оптимизировать это лечение. Ну вот смотрите, у пациента выраженная дисфункция почек. Вот из этой книги, кстати, вот эта табличка, где препараты в зависимости от скорости клубочковой фильтрации ранжированы по дозировкам. Что мы видим? Ну, во-первых, при четвертой стадии хронической болезни почек добегатран не показан. Во-вторых, у пациента плохо контролируется частота сердечных сокращений. Она на приеме была где-то 118. Это пульс только, да, а реально, конечно, она была выше. Это же подтверждает и холтеровское мониторирование. И для контроля частоты сокращений были выбраны. Бесопролол очень слабый, кстати, препарат для этой цели, который к тому же нужно коррегировать в зависимости от функции почек. И дегоксин тоже не самый блестящий выбор. Теперь, что касается лечения диабета. Ну, понятно, что идет инсулин, а вот препарат сульфанилмочевины – это неудачный выбор. Вот об этом же говорит вот последняя рекомендация Каидига по выбору антигипергликемических препаратов при наличии выраженной дисфункции почек. У нас же есть ингибиторы дипептидилпептидазы, которые, в общем-то, и не надо коррегировать, которые не обладают гипогликемическими выраженными эффектами. Почему не выбрать эти препараты? Ну и вот я хочу представить вам свое решение. Во-первых, я обратил внимание на то, что вот это был третий приступ. Первые в 2014-2016 году аритмии продолжали всего два часа, а последний затянулся. И одышка-то у ней аритмогенная. То есть у нас есть хороший шанс, и у меня опыт показывает, что это можно сделать даже при выраженной дисфункции почек, восстановить синусовый ритм. А почему не назначить, например, кардарон, который метаболизируется печенью, и попробовать восстановить синусовый ритм? Но даже если не получится, то тогда для контроля частоты сокращений лучше выбрать, конечно, метапролол, который мало зависит от фильтрационной функции почек. Соответственно, отменить дегоксин и бесапролол. Ну, само собой, добегатран меняем на варфарин, тут вариантов нет, и гликлозит заменяем на вилдеглептин. Вот такое лечение, на мой взгляд, показалось более оптимальным. Особой проблемой представляет при ведении пациентов полифармакотерапии, неизбежное при коморбидных заболеваниях. Как решать эту задачу? Один из важных путей – это выбирать препараты с многонаправленным действием. Ну, вот, например, антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Они не только эффективны при сердечной недостаточности, с низкой фракцией выброса, они используются при инфаркте миокарда, например, с диабетом или дисфункцией сердца. Мы хорошо знаем, что в резистентной гипертонии они порой оказывают существенный эффект, снижают давление, которое не поддаётся традиционным антигипертензивным препаратам. У них есть небольшой потенциал по замедлению прогрессирования фибрилляции предсердий. Они используются при циррозеососцитами. И они используются и для ведения пациентов с хронической болезнью почек. Но антагонисты минералокортикоидных рецепторов достаточно разнородная группа. И очень важным свойством этих препаратов является селективность. Почему? Потому что есть же помимо минералокортикоидных рецепторов ещё и глюкокортикоидные андрогенные прогестиновые. Если мы блокируем одновременно все рецепторы, то у нас получается масса побочных эффектов. Посмотрите, наверху это научное исследование. То есть видно, чтобы заблокировать, допустим, минералокортикоидные рецепторы и другие рецепторы, концентрация спиронолактона примерно одинаковая. То есть одна и та же доза практически блокирует все основные рецепторы, другие. А вот если мы возьмём селективный эплеренон, то видно, что для того, чтобы заблокировать минералокортикоидные рецепторы, концентрация препарата должна быть намного ниже, чем для блокады других рецепторов. И вот эти научные данные реализуются обычно в картинке, которая представлена ниже, где показано, что спиронолактон, несмотря на свою крайне широкую популярность, вследствие, в первую очередь, на ценовой привлекательности, он блокирует ведь и другие рецепторы. Соответственно, мы видим массу проблем, о которых не всегда пациенты говорят. Например, ректильная дисфункция и так далее. И, конечно, если у нас речь идёт о выборе более эффективного, более надёжного, более корректного и безопасного, главное, препарата, то здесь, конечно, выбор остаётся за более селективными препаратами. Об этом же говорят и сравнительные исследования, которые показывают, что при использовании более селективных препаратов эплеринона, и вот мы очень надеемся, что появится у нас ещё фенеринон, в применении этих препаратов значительно реже появляются у нас побочные эффекты. Фенеринон интересный. Мы недавно обсуждали его последние исследования, которые показали, что он замедляет прогрессирование диабетической нефропатии. Но что касается его влияния, допустим, на сердечную недостаточность при диабете, то мы видим, что эффективность сопоставима. То есть даже при появлении фенеринона у нас будет достаточно эффективный фенеринон, и нам надо будет опять выбирать между этими препаратами. Но пока его на рынке нету, и мы надеемся, что он в ближайшее время у нас появится, чтобы у нас было больше препаратов, и мы могли более точно, дифференцированно назначать лечение. Ещё одна проблема, на которую я бы хотел обратить ваше внимание, это ведение ишемического инсульта. К сожалению, несмотря на появление у нас разных сосудистых центров, у нас, безусловно, улучшилось ведение, но вот поиск причины и ведение пациентов, выявление причины и активное лечение, вот профилактика повторного инсульта у нас явно недостаточно. Здесь вы видите, что треть примерно это кардиомболия, и ещё одна треть – это окклюзия сосудов, обычно атеросклеротического происхождения. И, конечно, здесь мы, очевидно, не дорабатываем, хотя мы знаем, что для лечения атеросклеротических заболеваний мы должны вести пациентов с помощью статинов весьма агрессивно, то есть давать максимальные дозы статинов. Розового статина – 40 мг, торового статина – 80 мг. Но во многих случаях мы не можем добиться вот этой современной цели, то есть снижение больше, чем наполовину от исходного и менее 1,4 ммол на литр. Что делать в этой ситуации? И, конечно, здесь нам помогает эзотимиб, который обладает другим механизмом действия, который замедляет всасывание в кишечнике, и таким образом он перекрывает вот этот порочный круг поступлений, всасывания и опять синтез липопротеидов низкой плотности в печени. И, конечно, появление дженериковых препаратов, оно, безусловно, нам помогает в решении этой задачи. Ну, что касается ингибиторов PCSK9, то крайне высокая цена этих препаратов практически делает их неперспективными в ведении подавляющей части наших пациентов. И, наверное, будем ждать, пока появятся у нас дженерики. И здесь вы видите исследование, которое подтверждает, что если мы активно с помощью статинов и изитимима будем снижать уровень холестерина, то мы значительно снизим сердечно-сосудистые риски. И еще одна проблема – это фибрилляция предсердия. Не тогда, когда она видна, а вот когда ее нет. Мы же часто видим пациентов с ишемическим инсультом, а бляшек больших не видно. И тогда возникает вопрос, а нет ли там скрытой фибрилляции предсердия, которая, как известно, встречается очень часто. И в большинстве случаев она не проявляется никак симптоматически. И вот смотрите, современные рекомендации что говорят? Что мониторировать-то надо не одни сутки, а трое суток по меньшей мере. Ну вот у нас, например, в центре мы можем мониторировать 8 суток. И если повторять такие длительные мониторирования, то у нас повышается вероятность выявления фибрилляции предсердий. Более того, можно же использовать еще специальные шкалы, которые оценивают риски фибрилляции предсердий. И использовать не только повторное мониторирование, но и сейчас, и у меня многие пациенты имеют мобильные электрокардиографы. То есть, можно записать электрокардиограмму при помощи своего смартфона, просто используя дополнительную обложку и дополнительную программу. И таким образом мы значительную часть фибрилляции предсердий можем выявить. И, соответственно, поменять существенное лечение, потому что нам тогда нужно будет добавить антикоагулянты. И еще одна важная позиция, что прогрессирующая фибрилляция предсердий, чем дольше она держится, чем чаще она возникает, тем выше сердечно-сосудистые риски. И сердечные недостаточности, инсульты и другие эмболии. И, соответственно, наиболее эффективным способом введения этой фибрилляции предсердий является все-таки удержание синусового ритма с помощью антиаритмиков или абляции. У пациентов качество жизни улучшается, и подавляющая часть пациентов хотят сохранить синусовый ритм. А все-таки большая часть врачей идут по простому пути, просто снижая частоту сердечных сокращений. И вот здесь, в этой схеме медикаментозного лечения, фибрилляции предсердий, мы видим, что у нас есть антиаритмические препараты, но в условиях коронарной болезни или выраженной сердечной недостаточности, а сниженная фракция выброса, выбор достаточно ограничен. Но у нас ведь много пациентов без выраженной коморбидности, и тогда у нас спектр немножко расширяется, то есть мы можем использовать препараты первого С-класса. И я бы хотел обратить ваше внимание, что наряду с пропофеноном и не очень хорошо обычно переносящимся лопенином у нас ведь есть еще этот Цезин, препарат, который синтезирован был в Советском Союзе. И он достаточно эффективный препарат, и по меньшей мере не уступает, а у некоторых пациентов у меня даже превосходил пропофенон. И обратите внимание на его фармакокинетику. Она очень похожа на пропофенон. Соответственно, его тоже надо применять 3 раза в день обычно, и, соответственно, мы его можем использовать для восстановления синусового ритма. Не только 3-4 таблетки пропофенона одновременно, но и этот Цезин у нас есть, ведь пропофенон далеко не всегда работает. Хорошо, если он в половине случаев будет работать. Поэтому у нас есть еще возможность, если не помогает пропофенон, попробовать и этот препарат. А почему бы нет? Ну и спасибо вам большое за внимание. Это вот с Аяной. Мы тут ходили с семьей в поход. Недавно я, возвращаясь уставшие вечером, вот я увидел такую картину и решил сфотографировать. Спасибо вам большое за внимание, уважаемые коллеги.